Добрый доктор Айболит Расскажите, пожалуйста, как работает современная Айболита Современная Айболита работает так же, как и много лет назад Но сейчас единственное большое и очень важное отличие Это то, что появилось много хорошей техники, много хороших специальных приборов Которые позволяют точнее ставить диагноз и лучше оказывать помощь Расскажите, пожалуйста, как устроена больница для животных Вы знаете, я до чего буду рассказывать Пойдемте, мы сейчас пройдемся по всем отделениям нашей клиники Вы посмотрите, как это больница для животных выглядит изнутри Для того, чтобы поставить правильный диагноз Необходимо иногда просто осмотреть животное А иногда проводить много разных анализов Делать ультразвуковое исследование, делать рентген Говорят, что правильно поставленный диагноз Это уже 90% выздоровления А вот здесь у нас лаборатория Это то место, где делают разные анализы Какой анализ вы делаете? На этом аппарате мы делаем общий анализ крови Так же, как делают людям в поликлиниках Мы можем узнать общий состав крови Клеточки можем рассмотреть Потом под микроскопом Так же, как и у людей У собачек такие же клеточки И можем понять, чем заболеет собака Иногда животные болеют очень долго И тогда их кладут в стационар Где они могут провести несколько дней Когда они у нас лежат здесь на процедурах Мы им проводим капельницы, инъекции Измеряем температуру Стараемся это делать каждый час В среднем для каждого животного Если это требуется, то мы их кормим Следуем назначениям, которые делают наши доктора Терапевты и наши хирурги С животными ежедневно совершаются прогулочки Два-три раза в день Если это маленькие животные И они не требуют прогулок То, как правило, это лоточки, пеленочки А что с вот этой собачкой? Эта собачка у нас послеоперационная Она сейчас у нее капельница идет Пока она находится у нас до стабилизации состояния Вечером, я так думаю, что мы ее отпустим домой Теперь мы с вами пришли в то место Куда владельцы животных просто так не приходят И только вам, маленьким корреспондентам, повезло Это предоперационная комната В операционную, в таком виде, как сейчас Входить нельзя Мы сейчас специально оденемся Так как одеваются хирурги И зайдете, посмотрите, что у нас там внутри Это операционный стол На него может поместиться даже большая собака Некоторые операции длятся по пять часов Здесь есть разные приборы, которые помогут понадобиться во время операции Общий смысл всех этих приборов направлен только на одно Чтобы животное ничего не чувствовало Чтобы ему не было больно И чтобы оно легко заснуло, легко проснулось В каких случаях нужно оперировать животных? Ну, хирургическая операция – это всегда очень серьезное дело Чаще всего это какие-то травмы Вот убежала собака с поводка и попала под машину Таблетками так не поможешь Здесь нужна будет операция Профессия ветеринарного врача опасна? Нет, это очень благородная профессия Конечно, есть вероятность, что какая-то из кошек может поцарапать А какая-то из невоспитанных собак Или испуганных собак может даже и цапнуть Но это бывает крайне редко Врачи, которые работают много лет с животными Они уже знают их особенности И не доводят до того, чтобы кто-то кого-то укусил Я бы хотела стать ветеринаром Что надо для этого делать? Прежде всего, надо любить животных Надо действительно любить их и заботиться о них Все решено Буду ветеринаром Познакомились с удивительной профессией айболита Арина Чудинова И Юлия Соколова Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...